Строительство коллектора Волжского склона началось в 1909 году. Альфред фон Вакана заказал проект канализации у Вильяма Хирлейна Линдлея. Этот инженер тогда был очень известен в Европе. По его планам были построены системы водоотведения в Праге и Варшаве, которые работают и в настоящее время. Для Самары же Линдлей сделал особый проект канализации. Ее особенность в том, что это не вертикальный спуск, а именно боковой вход в камеру, то есть с лестницы, в учебниках по канализации 1935 года, после об этом не упоминается, город Куйбышев приводится в качестве примера по строительству подобных сооружений. В 1915 году в коллекторе была установлена табличка с названием объекта и датой начала строительства. Но в начале 2000-х медный памятный знак был похищен. Табличка, безусловно, важна. Только не удивительно, кто ее стащил и зачем. И так думаешь, как же воспитывать-то надо людей таким образом, чтобы они такие реликтовые вещи не таскали бы просто так. В этом году в рамках празднования 130-летия Самарского водопровода табличку решили восстановить. Теперь она будет из белого мрамора в цвет лестницы, ведущей в коллектор. Однако горожане смогут увидеть памятник только на фотографиях. Коллектор до сих пор является важной частью Самарского водоканала, а потому неподготовленному человеку без специальной экипировки здесь находиться не разрешается. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.